Время новостей на телеканале Север в студии Ксения Носова. Здравствуйте! Сегодня выпуски. На Яре-Юйском месторождении произошел разлив нефтесодержащей жидкости. Разгерметизация скважины произошла во время плановых ремонтных работ. В Нениском округе продолжается подготовка к паводку. Определены затороопасные участки. Перевозчики тем временем формируют расписание для летней навигации. На базе лесозаводского здравпункта открылся дополнительный пункт с вакцинацией. Жители могут сделать прививку от коронавируса, не выезжая в городскую поликлинику. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. На Яре-Юйском месторождении произошел разлив нефтесодержащей жидкости. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания при главе региона. Разгерметизация скважины произошла во время плановых ремонтных работ. Причины инцидента выясняются. Вчера в 15 часов ориентировочно произошел инцидент. Причина инцидента – это разгерметизация скважины. На текущий момент проводится оглушение скважины силами нефтедобывающей организации. В целом работа ведется в штатном режиме, без рисков каких-либо. Объемы загрязнения, если они имеются, уточняются. В ближайшее время организовываем рейдовое мероприятие совместно с природоохранными ведомствами, это и прокуратура, Роспродуктнадзор, лаборатория ЦЛАТИ для оценки возможного негативного воздействия на окружающую еду, если там имеет место. Вчера в социальных сетях был получен сигнал о возможном загрязнении реки. Было принято отправить на место межведомственную рабочую группу, в составе которой прокуратура, Росприроднадзор и Департамент природных ресурсов, экологии и АПК. Участники этой рабочей группы проверяют район Осколково и Тундровый Шар. В эти минуты рабочая группа еще, как я понимаю, находится там и не вернулась. Альберт Маммаратович, есть ли какая-то информация? Юрий Васильевич, выехали в обед, еще находятся на месте в составе группы и Росприроднадзор, и Охранная прокуратура, и наше казенное учреждение, которое отберет необходимые пробы для лабораторных исследований, для оценки, задержатся ли там нефтепродукты или нет в этой жидкости. И как только вред, сразу же, так как еще и присутствуют представители СМИ, доведем до широкой общественности. По вашему поручению, в максимально сжатые сроки эту группу собрали, направили, пробу возьмут, проанализируем и доведем до общественности результаты. И теперь о паводке. В Заполярье определены самые затороопасные участки на реке Печора. Их выявлением занимались специалисты Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Обследование проводилось с целью оценить условия опасных гидрологических явлений в период прохождения весеннего ледохода. В ходе обследования получены следующие характеристики. Толщина льда, высота снега на льду, глубина погружения льда, наличие шуги и подсовов, наличие и высота ледяных торосов, а также глубина реки. Согласно результатам обследования, наибольшую опасность для формирования заторных явлений, представляют участки Каменка-Макарова, Великовисочная, Пылемец и участки отыскателей Дакуи. Начало ледохода ожидается раньше среднемноголетних наблюдений, 17 мая с погрешностью в одну неделю. Максимальные уровни весеннего половодия ожидаются близкими к среднемноголетним значениям. По состоянию на 16 апреля все реки, протекающие по территории региона, находятся в зиме в состоянии. Толщина льда на Печоре составляет 96 сантиметров. Для эвакуации и размещения населения в период половодия может быть развернуто 48 пунктов временного размещения населения, вместимостью 3,5 тысячи человек. В зоне возможного подтопления могут оказаться 11 населенных пунктов в 8 муниципальных образованиях. Ниньский округ окружен водой и болотами. Единственная круглогодичная связь с другими регионами – самолет. Впрочем, есть и альтернативы. Зимой – это временная дорога в республику Коми, летом – река. Запись на паром, кстати, уже стартовала. Да и в целом в Заполярье вовсю готовится к навигации. Тему продолжит Елизавета Кабанова. Утро понедельника, а возле одной из транспортных компаний уже очередь. Люди стоят почти по часу, чтобы записаться на баржу. Не за горами сезон отпусков, а значит, появился ажиотаж на первые паромы. Ну, мы на первую баржу записывались, поэтому там примерные числа нам позвонят, сообщат точнее. А обратно уже по расписанию, как хотели, так записали. Всё отлично. Подошли, заняли очередь. Ну, стояли примерно около минут сорока. Всё отлично получилось на те даты, которые хотели. Со слов Наринмарцев, ориентировочные даты первой баржи – 21-26 мая. Раннее бронирование запустили заблаговременно, так как ледоход в этом сезоне прогнозируют на середину мая. Весна выдалась ранняя, тёплая и с малым количеством осадков. В протоке Городецкий шар мы даём прогноз по вот этому пункту, где у нас стоит наблюдательский пост. У нас будет ледоход 17 мая при уровне 500. Ожидаем так. Это долгосрочный прогноз, но также он будет уточняться и в связи с развитием событий, которые будут происходить у нас на реке. Открытие навигации ожидают и жители сёл, расположенных вдоль реки Печора. Северная транспортная компания уже утвердила летнее расписание. С ним можно ознакомиться на сайте предприятия. Пока навигационный период не начался, между населёнными пунктами ходит воздушная подушка. Например, в посёлок Красное транспорт будет ходить, как только снимут мост через Кую. Когда у нас ледоход сходит, вот согласно моего расписания, с 26 мая по 18 июня 2021 года летняя навигация. Наренмар, Красная Наренмар, она будет осуществляться в понедельник, вторник, четвертый, пятница, воскресенье. Судами, которые уже не на воздушной подушке, которые уже приспособлены для хода в такой летний навигационный период. Открытие навигации планируется на 26 мая. Но если лёд сойдёт быстрее, первые суда отправятся в сёла раньше. На период распутицы для жителей сёл, расположенных вдоль Печоры, запущен рейс Наренмарского объединённого авиаотряда. Выполняется он по средам при условии 50-процентной заполняемости вертолёта. Более подробную информацию можно уточнить в справочной службе аэропорта. В 2021 году утверждён обновлённый паспорт национального проекта «Безопасные качественные дороги». Документ приведён в соответствие с указом президента России. О том, какие изменения были внесены, в нашем следующем материале. Национальный проект ориентирован на достижение цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Основной показатель – обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующие нормативным требованиям на уровне не менее 85% к 2024 году. В настоящее время поменялась немножко структура национального проекта. Значит, в него включается вместо четырёх – шесть федеральных проектов. Это, значит, региональная и местная дорожная сеть. Раньше называлась дорожная сеть просто «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Из 2021 года также начали действовать федеральные проекты развития федеральной магистральной сети и модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях. Нинский автономный округ в связи с тем, что у нас нет больших агломераций, не участвуют в данном проекте. В рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» продолжится приведение в нормативное состояние региональных дорог и транспортных артерий городских агломераций. Так, в 2021 году в программу мероприятий вошли объекты общей протяжённостью свыше 16 тысяч километров. Проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» включает устройство камер фото-видеофиксации, стационарных постов, пунктов весогабаритного контроля. В данном мы участвуем, у нас контракт заключён. Один мы строим на Харяге, планируем построить на Харяге пункт весогабаритного контроля до 2022 года. И в 2024 году пункт весогабаритного контроля на выезде с города Нинмара и посёлка Искатели. В рамках НИС-проекта в 2021 году в регионе завершат реконструкцию трёх автомобильных дорог городской агломерации. Это дорога на Нинмар-Искатели, устройство тротуаров. Это дорога на улице Ленина, на участке от 60 лет СССР до улицы Рыбников. Реконструкция идёт. И реконструкция по улице Полярная, где в прошлом году мы занимались тротуарами. В этом году ещё дорожное полотно поменяют. На эти цели нам было выделено из федерации 50 миллионов рублей. Заложено в бюджете, в нашем бюджете дополнительно ещё порядка 150 миллионов рублей. Также в рамках нацпроекта в 2021 году планируется реконструкция автомобильной дороги по улице Полярной. Кроме того, рассчитывают завершить работы по строительству первого и третьего этапа в первого участка региональной автодороги Нарин-Мар-Усинск. Продолжат строительство второго участка. Наталья Дуркина, Антон Взряков, Телеканал Север. Жители микрорайонов лесозавод, новый посёлок Мирный и улица Бондарная могут сделать прививку от коронавируса, не выезжая в городскую поликлинику. На базе лесозаводского здравпункта открылся дополнительный пункт вакцинации. Алина Ваучейская расскажет подробнее. Температура 36,5. Температура хорошая. Михаил Кузнецов сегодня один из первых пациентов дополнительного пункта вакцинации в новом посёлке. Говорит, не ожидал, что так быстро удастся записаться на прививку. Я бы сегодня в город позвонил, они бы сказали, это как в понедельник, на 26-й. А потом они сказали, делается на заводе, а я же, это живут уже здесь, как раз на Калмыково. Они говорят, тогда хорошо, придите сегодня, мне сегодня, это в этот же день и записали. Отсутствие очереди – один из плюсов таких прививочных пунктов. Вакцинацию жителей лесозавода и приближённых микрорайонов проводит мобильная бригада. Она была сформирована на прошлой неделе. Вакцинирует двухкомпонентными эпивак-короной и гам-ковид-ваком. Хочу жить долго-долго. У меня 71, хочу до 100 дожить, до сборных. Записаться на прививку может любой желающий. И сделать это можно по единому номеру горячей линии 122, либо через регистратуру поликлиник, на портале госуслуг и у своего участкового терапевта. Вакцинация против COVID-19 проводится лицам старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. «Противопоказания, да, в основном, как и любая прививка, это острые респираторные вирусные инфекции, ну, острые заболевания, это может быть и трахеид, и бронхиид, и пневмония, да. Аллергические реакции, если были тяжёлые, мы обязательно уточняем у своих пациентов, были ли у них ранее какие-то аллергические реакции. Ну, это вирус именно дефицита человека является противопоказанием. Беременность и до 18 лет». Часы работы дополнительного пункта вакцинации прелеса заводского здравпункта с 14 до 18. Добавлю, на сегодняшний день прививку от новой коронавирусной инфекции сделали более 5000 жителей Ненецкого округа. Алина Волучейская, Антон Водряков, Телеканал «Север». 17 апреля в России отметили День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск. Во Дворце культуры Арктика состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 30-летия Общественной организации ветеранов органов внутренних дел России. О тех, кто отдал жизнь службе, в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Более 20 лет Валерий Александров отдал службе в органах внутренних дел. Начал карьеру участковым инспектором милиции, а последние три с половиной года работал заместителем начальника отдела. Мне кажется, участковым инспектором, участковым Маломотиным, по-моему, не такой, скажем, поблажки нет. В любом случае, участковый на своём участке отвечает за всё. Ну, сложнее всего было работать в Чеченской републике. Там тогда ещё шла война, ну, всё время при оружии ходили. Ну, здесь тоже, конечно, при оружии, но тогда опаска была. А так, скажем, я лёгко не почувствовал ни в Башкирии, ни в Ненецком округе. Валерий Александров не сразу приехал в Заполярье. Изначально мужчина служил 10 лет в Башкирии, затем 10 месяцев охранял покой жителей Чеченской республики и уже после приехал в Ненецкий округ. Несмотря на то, что регион относительно спокойный, и здесь приходилось использовать оружие. Я больше года проработал в посёлке Хривер, в участковом Уполномытином. Ну, чтобы предотвратить, скажем, хулиганские действия местной молодёжи, пришлось использовать, потому что на мои слова они не реагировали, начали себя вести агрессивно. Вот использовал оружие, выстрел вверх, они на какое-то время успокоились. История службы в органах Ольги Кузьмина начинается 22 года назад. Тогда молодая девушка только приехала в Ненецкий округ вместе с супругом по совместительству сотрудникам милиции. Начальник УВД, зная, что у молодого сотрудника органов внутренних дел есть жена, которая имеет образование соответствующее, тогда был набор, УВД как раз проходило своё становление, становилось самостоятельным территориальным органом, был набор, и поэтому там были ещё, как говорится, коллеги, которые в это время пришли на службу. Для меня само это было тоже неожиданностью, я по первому образованию преподаватель французского и немецкого языков, поэтому думала, что пойду работать в школу. Ну, вот так получилось, что пригласили, и я сомневалась, но пошла работать и отслужила 22 года здесь. За время службы было немало курьёзных случаев, признаётся Ольга Кузьмина. Были какие-то такие моменты, которые не все у нас вопросы прописаны в наших должностных инструкциях, в законах. Есть всегда какие-то отступления от правил, когда нужно применить человеческие нормы морали, где-то поискать между строчек, как можно помочь человеку, не нарушая закон, но при этом сделать всё по-человечески, выдать все справки, то, что у нас в основном было связано, это с документированием, и поэтому много вопросов касалось таких биографических данных, которые бывают часто необходимы нашим жителям для получения тех или иных льгот, прежде всего, ну и для каких-то других целей. Совет ветеранов в Неницком округе берёт своё начало с 1993 года и всё это время проводит активную работу по патриотическому воспитанию молодых сотрудников и поддержке ветеранов органов внутренних дел. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, сердечно поздравляю с Днём ветеранов внутренних дел Российской Федерации и 30-летним юбилеем ветеранской организации МВД России. Служение Отечеству и народу, борьба с преступностью, укрепление законности и правопорядка стали для вас делом всей жизни. Богатый практический опыт ветеранов неизменно востребован в решении ответственных задач, возложенных на Министерство. Высокой оценке заслуживает вклад ветеранских объединений в воспитание молодого поколения, сотрудников полиции, сохранение и приумножение лучших профессиональных традиций. Благодарю за многолетний самоотверженный труд, преданность интересам службы и верность нравственным принципам. От всей души желаю вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия. В декабре 2010 года ветеранская организация УВД Ниницкого округа регистрируется как региональная общественная организация пенсионеров и ветеранов органов внутренних дел, подразделения МЧС, налоговой полиции, фельдегерской и службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время объединяет более 500 ветеранов и пенсионеров МВД России. Я сердечно поздравляю вас с 30-летием общественной организации. Уже то, что мы празднуем и отмечаем это 30-летие в этом зале, подчеркивает и уважение к вам, и почет, и то отношение, которое есть у жителей нашего округа к вам. Многие из вас действительно после того, как отслужили, и сейчас переносят пользу. Не просто пользу, работают, занимаются воспитанием молодежи, кто-то занимается самодеятельностью, и не только самодеятельностью. И я вам хочу сказать, у вас самая сильная на сегодняшний момент организация. Дорогие друзья, благодарю всех, кто стоял у истока в создании общественной организации, и всех, кто сегодня принимает самое непосредственное участие в ее деятельности. Спасибо вам за ваш труд и за все, что вы делаете на благо Нинистского автономного округа. От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, бодрости, духа и хорошего настроения, дальнейшей благотворной работы и процветания. Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России отмечают свой праздник с 2011 года, с тех пор, как был подписан соответствующий приказ. На торжественной церемонии ветеранов внутренних дел наградили медалями и благодарственными письмами. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Книга «Путь к звездам». Под такой темой пройдет ежегодная Библия Ночь. Акция состоится 23 апреля и будет посвящена юбилею со дня полета первого человека в космос, Году добра и новым технологиям. В этом году из ограничительных мер необходима предварительная запись, а также соблюдение масочного режима. На один вечер площадки Центральной библиотеки превратятся в планеты. Например, на Юпитере будет проходить живой автограф, где посетители смогут пообщаться с писателями округа. А дел по работе с детьми – планета Сатурн. Там пройдет мастер-класс для маленьких читателей, театрализованные представления, приключения незнайки и его друзей, и космическая игра «Путь к звездам». Также на первом этаже желающие подарить свои книги будут обмениваться ими на площадке «Буккроссинг». Планета Меркурий приглашает на книжную выставку женщины-изобретатели и их изобретения. И два раза пройдет игра «Мафия», очень любимая нашими ребятками молодыми. Затем планета Марс предлагает книжную выставку среди миров мерцаний и светил. Дальше «Шкатулка добра» – это викторина по литературе, по сказкам, по каким-то нормам русского языка. Году добра посвящается. Эта «Шкатулка добра» будет называться «От сердца к сердцу». Добавлю, в связи с ограничительными мерами часть мероприятий пройдет в онлайн-формате. На странице Ненецкой Центральной Библиотеки ВКонтакте пройдут мастер-классы в записи. Звездная викторина «Летим в космос», выставки и спектакль. Записаться на посещение «Библии ночи» можно по номеру 42819. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.